здравствуйте дорогие друзья когда я снимал ролик крепление крючка с помощью вот этих китайских штучек ну наверное меня не совсем поняли я просто попытался проинформировать что существует вот такая штука и я и пользуюсь много было комментариев что есть гораздо более простые способы и совершенно можно сказать почти бесплатный я с этим полностью согласен и я-то просто хотел ну как бы познакомить тех кто не сталкивался с этим не видел ну вещь она в принципе то рабочие но у нее есть один недостаток о чем я в комментариях говорил у нее слишком узкое посадочное место вот это и на более толстых удилищах здесь получается не совсем хорошо то есть резинки начинают растягиваться в стороны и не очень хорошо держится могут соскочить на тонких удилищах это вполне разумно и пользоваться можно вот сейчас перед вами скриншот с алиэкспресса ну здесь говорить собственно не чем вот таким вот образом она держится на удочке ну дополнить нечего в комментариях как я уже говорил справедливо было замечено что можно обходиться и совершенно другими способами и из всех способов я выбрал три пусть этот будут у нас лайфхаки для крепления крючка на удочке вот давайте мы сейчас о них и поговорим сразу говорю идея не моя идея моих подписчиков и зрителей моего канала идея очень разумные и практичные один из самых легких и практичных способов это использование вот таких одноразовых стяжек ну это все просто одеваем мы на удочку эту одноразовую стяжку затягиваем ее до конца и в принципе мы можем это дело передвигать по удочке спокойно при необходимости вот как бы сейчас крючок не достает мы пододвигаем эту стяжку под то место которое нам нужно и цепляем под стяжку то есть она вполне свободно здесь помещается получается вот такая вещь ну вот этот кусочек можно откусить и это стяжка будет у вас работать на постоянке любым способом просто лишний отрезаем и никаких трудностей она при рыбалке не создаст потому что этот замок его можно повернуть в любом положении чтобы леска за него не цеплялась и спокойно ловить а по окончании ловли опять собрать ну предположим что потребуется зацепить крючок где-то в другом месте просто передвигаем и заводим под эту стяжку вот это пожалуй самое рациональное и удобное по такому же принципу можно использовать многоразовые стяжки вот с таким ну кто никто знает тот знает а кто не знает эту стяжку можно отстегнуть то есть вот предположим что мы ее поставили причем размер это у них могут быть разные вы не обращать внимание на размер вот она у меня поставлена в процессе можно спокойно здесь цеплять все но все что нужно но здесь есть какой нюанс при приезде на рыбалку это можно снять то есть мы нажимаем вот на этот язычок и собственно говоря вытаскиваем эту стяжку ее можно убрать чтобы она не мешалась если как кого-то смущает наличие постоянной стяжки и все убрать ее в карман и потом опять таким же таким же легким способом ее собрать никаких проблем нет работают они очень хорошо у меня некоторые стяжки работают уже по пять лет и но я их использую для связывания удочек и еще один способ мне понравился это мой подписчик михаил мне как бы сообщил это дело то есть он использует вот резинки в частности вот канцелярские резинки они хорошо растягивают но на всякий случай я взял две то есть и при необходимости мы цепляем крючок и цепляем за любое место можно за катушку можно за кольцо если где-то есть кольцо и все вроде спокойно держится можем другим способом чтобы было как бы по по культуре не можно ее одеть эту резинку через комель вот таким вот образом и тогда она немножко поаккуратнее выглядит никаких проблем нет этой резинки можно в принципе вырезать и наверное из велосипедных камер ну вот канцелярские резинки они чем хорошие они очень хорошо тянутся стоит они копейки и в общем никаких проблем мне почему-то понравилась идея с одноразовой стяжкой то есть не не надо никуда ничего не выбирать все висит она на удочке постоянно крючок зацепить можно в любой момент вот таким вот образом аккуратненько хорошо и передвигать его очень легко вот такая вот вещь ну существует естественно и другие способы крепления крючка в такой обстановке ну вот я ну как бы четыре варианта показал первый вариант был в том ролике он имеет свои недостатки вот вот эти три лайфхака очень даже удобно можно с ними работать и я извиняюсь за может быть не совсем корректное снятие прошлого ролика получается что я как как бы пропагандирую такие крепления нет я просто вас ознакомился с этим креплением а уж кто каким образом будет пользоваться в своей практике ну каждый выбирает свое вот по крайней мере вот эти три варианта это вполне рабочие варианты на этом я с вами прощаюсь оставьте что поставите пишите комментарии и будем общаться а пока до свидания них лава не хвоста вам не чешуи